Всем здравствуйте, господа! Сегодня у нас на обзоре наш герой C-Magic P1000 в перевернутом виде, в практически максимальной комплектации. Здесь не хватает только одного вибромотора на сцепление, а во всем остальном у нас присутствуют и подсветочки, и эластомеры, и все-все-все, что можно. Вот, и на самом деле для меня педали вот эти, они являлись, ну, безумно интересны. Мне интересовало две вещи. Это заводское решение перевернутости, и второе, вот эти вибромоторы. Обо всем мы поговорим, я буду как можно меньше мылить воду, поскольку информации много, и надо все это сжать максимальное количество времени. Вот, давайте, минимальное количество времени, наверное. Давайте начнем сразу с комплектации. На сегодняшний день данные педали стоят 54 тысячи рублей. Следом у нас каждый вибромотор, каждый по 6,5 тысячи рублей. Следом у нас вот эта вот подсветочка 4 тысячи рублей, вот эти вот эластомеры 1000 рублей, просто вот must-have, всем рекомендую, для тех, кто будет брать в любом виде P1000. Вот, следом у нас вот этот вот подпятник, еще 5000 рублей, и блок питания, для того, чтобы работала подсветка и вибромоторы, 2000 рублей. Но, так как человек под именем Тамерлан, многие его, наверное, знают, кто в теме Симрестинга, который является, собственно, представителем, владельцем, хозяином, как угодно, компании Симогир, да, по сути, самый первый продавец Симэджика, и основной продавец Симэджика у нас в стране. Он мне еще прислал гидравлику, сказал, на, дорогой, тестируй, пробуй одно, второе, третье, я это месяц покатал, гидравлика у нас стоит 14 тысяч рублей, здесь в коробочке можно найти еще две коробчонки с эластомерами, вот, точно такой же, как вот этот идет, отдельно докупается, вот он идет, тут гидравлики, я, по крайней мере, на это надеюсь. И также здесь идет еще набор с инструментами для того, чтобы вы это все смогли поставить. Тамерлану огромное спасибо, Симугиру спасибо, вот, за предоставленную возможность, ссылочку из добра, без скидок, акций, различного промо, я оставлю в описании, вот, кому интересно, как бы, welcome. Сам я являюсь большим фанатом перевернутых педалей, больше, чем полгода назад, ну, около полгода назад я поставил себе в кокпит, вообще, я даже из-за этого целиком кокпит поменял, конструкцию от Клаб Турбо, такую жесткую, большую, клевую, мощную для того, чтобы поставить изначально хусинки, вот, а после этого я поставил караваны, вот. И, скажем так, эти перевертащи для меня, ну, на данный момент идеальны, мне все устраивает. И Симэджики, честно говоря, разочаровала перевернутая конструкция. И, прямо говоря, скажу вам сразу, наверное, я вам запрещаю к покупке перевернутых Симэджик П1000 в случае, если ваш размер ноги превышает, ну, наверное, 40-й примерно, ибо они маловато, ну, прям вот сильно маловато. Главный момент, который мне не понравился в педалях П1000, это вот невозможно, по сути, ездить в обуви. У меня не самая большая нога, у меня 43-й вот размер, и получается, когда я кладу ногу, да, вот, например, на педаль газа, увидите то, что точка соприкосновения, вот это вот наше вот самое главное, как вот на ноге, да, оно выше середины педали. И там по рычагу получается, то, что, ну, на педаль газа это не особо сказывается, то есть комфортно, вот, я, например, в караванах себя подстраиваю, чтобы давить вот в эту вот точку, да, чтобы рычаг. Но, как вы видите, тут, ну, так вот выставиться почти нереально, потому что нам просто нужна пятка. Нам нужен подпятник, чтобы нога упиралась, и ты это все хорошо контролировал. Вот, и в случае, когда у меня подпятник максимально выдвинут на меня, это тоже не особо, на самом деле, удобно, но это такой некий компромисс, для того, чтобы хоть как-то было возможно кататься без обуви. Вот, и получается, мы жмем верхнюю часть педали, а с тормозом, чтобы вы понимали, насколько это влияет, я не могу выдавить в кроссовках свои, по сути, значения, килограмм, которые катаю без обуви. И еще раз, вот сколько я могу выдавать в обуви. Снимаем, давим. Это просто комфортное значение. В обуви вы всегда будете давить больше, в нормальных расположениях педали, потому что, просто даже если не будет стоять стандартно, потому что это как лишняя прослойка, которая вам, ну, просто помогает. Ваша нога становится тяжелее, вы меньше испытываете физической боли. А это банально угол и физика. Тут вот, вот, сто процентов можно выжить. Надевая кроссовок, сто процентов впиваясь в руль. Ну, при всем желании, я на себя выгибаю же весь кокпит. Вот что значит рычаг. То есть, в принципе, вот так вот ездить можно, но я выдавливаю меньшее количество килограмм, которым я привык, которое мне дает эту плавность, гибкость. И второй момент, ну, это банально дискомфортно. Вот. У меня вот этот весь блок, он залетел вот вовнутрь просто на раз-два. Плюс, скажем так, вот педаль Хусит Квилда. Хусит Квилд Утимейт. Педаль тормоза. Да, накладка в не самом еще длинном положении. Вот, примерно вот таким вот образом она выглядит по масштабам. Скажем так, чтобы вы понимали, например, ты ставишь стопу, она должна быть достаточно высоко. То есть, это вот все, оно такое маленькое. Оно, ну, китайщины немножечко отдает. Вот, именно с точки зрения габаритов. Это, знаете, как в китайском автомобиле, ты, если ты высокий человек, ты впереди нормально не усядешь. У тебя либо руль будет далеко, либо у тебя пол ноги будет свисать, либо еще что-то. Здесь вот, вот один в один ситуация мне напоминает. При этом сама конструкция, хоть вот эти вот листы, они не такие толстые, она жесткая. Визуально, да, существуют какие-то прогибы. Скажем так, можно видеть то, что конструкция играет, но тактильно это никоим образом не ощущается. Основная проблема в том, что ты, когда вот сядешь покатаешь, ты не поймешь, ну, что, что здесь не так, потому что ты не пробовал нормальную конструкцию перевернутых педалей. Вот, а здесь не так, то, что в основном ты будешь давить вот в эту вот верхнюю точку, да. И, а надо давить, чтобы у тебя нога давила, прилагала усилие в нижнюю точку, фиксность педалью газа. Тут, честно говоря, это абсолютно все равно. Здесь, если что, башмак специально подрасслабил. Вот, то есть, смысл перевернутых педалей, что ты давишь, во-первых, у тебя ход педали, такой, как в гражданском автомобиле, ну, это, скажем, это не та вещь, о которой ты думаешь в случае перевертышей. Тебе позволяет, когда ты давишь вниз, выставить большее количество килограмм. Когда ты вставляешь большее количество килограмм, у тебя больше контроль. Вот, скажем, если давить сюда, это 50 килограмм можно сделать. А если давить сюда, то можно сделать 70 килограмм, или там 80, то есть это просто элементарная физика, да, это углы, это вот сопротивление и прочее, прочее. Его можно сказать, типа, да Фотон, да мне пофигу, ну, типа, вот и так пойдет, нормально. Ну, в этой ситуации, а зачем тебе перевертыши? Ну, просто вот зачем тебе перевертыши? Вот мне нужны перевертыши были для того, чтобы поставить большее количество килограмм, чтобы мне удобнее ездить было, чтобы больше контролировал, лучше это все дозировал, там, скажем, плавнее отжимал, плавнее нажимал, лучше контролил и так далее. Это улучшило мой пилотаж, и в целом мне безумно по кайфу удавить именно вот с такими ходами. Вот именно здесь перевертыши это делать было неприятно. Если вы хотите П-1000 в перевернутом виде, то просто берете обычные педали, П-1000, не инвертод. Если, говоря, если возьмете инвертод, вот эту вот платформу, где она держится, у нее боковые крепления, у нее нету крепления здесь вот вот сверху, как это есть в обычных П-1000. Так вот, в П-1000 обычных у вас будет два пути. Либо вот эту вот всю платформу, которой прикручены эти педали, прикрутить, скажем так, блок от того же Клаб Турбо, да, либо, скажем, в том блоке сделать, точнее не так, в плите под установку педали сделать некоторое количество технологических отверстий, как под каждую педаль, потому что, например, у меня в плите, ну там не подобрать, да, надо было бы сверлить, я об этом думал. И второе, это у них проводка выходит из нища, ну вот, и под эту проводку, опять же, под эти провода придется просверлить отверстия. Обычные П-1000 в трехпедальном исполнении 48 тысяч рублей, перевертыши 54, то есть, делаем вывод, 6 тысяч рублей на сегодняшний день, опять-таки, за перевертыши, да, за всю вот эту вот конструкцию. На Клаб Турбо станина вся целиком, вот эта вот тяжеленная, огромная, 16 тысяч рублей, и вот эта вот десятка, она стоит того, чтобы заплатить и собрать себе нормальный педальный узел, которым будут все нужные регулировки, которая будет, максимальная жесткость, ты как угодно можешь это подвесить, настроить, и вот эти вот еще раз 10 тысяч, они стоят того, если вы прям уже хотите перевертыши, чтобы вот эту вот конструкцию не покупать, да, а заплатить за нормальную, взрослую, гибкую конструкцию, которой у тебя, в принципе, не будет никаких вопросов, ну, я, по крайней мере, не знаю, да, там, кто давит 150 килограмм, у вас, она будет немножечко играть, но любая конструкция будет играть, если вы давите больше 100 килограмм, ну, как бы, сорян. Вот, раз мы затронули тему регулировок, тут можно дальше продолжить, про башмак я сказал, вообще, это тема, которую я впервые попробовал в, в азетках, да, о лензодроте, мне она очень понравилась, и, скажем, здесь она также присутствует, это вот штука, которая позволяет тебе вот финально дотюнить твое положение стопы, скажем так, это прям не супер требование, супер необходимость, но это безумно приятно, когда это присутствует в педалях. Потом педали вы в этом блоке можете друг относительно друга в горизонтали регулировать, то есть, например, я педаль тормоза сместил почти максимально в педали сцепления, да, педаль газа вот отодвинул назад, ну, чтобы вот этот газ тормоз был, как бы, полаконичнее, поудобнее, получше. Педаль утопить, скажем так, сделать более выступающей или сделать более глубокой мы не можем здесь, потому что единые полосы крепления, да, и только башмаком мы можем там немножечко сделать ее там выпирающей или, наоборот, более впалой. Ну, вот, там, ну, иных способов особо я и не вижу, там предусмотрены конструкции. Потом у нас отдельно регулируется преднатяг, вот, кто-то жалуется, типа, неудобно, но в целом нормально, в целом пойдет, это чаще всего один раз отрегулировал, и ок. Потом у нас на педали тормоза меняется преднатяг вот таким вот образом, да, тут можно ее подкрутить, и сама педаль, стой говоря, еще ходит при всем при этом. Вот, и все это позволяет нам, оп, быстренько и удобно снять вот этот вот весь блок. В этом блочке мы его откручиваем. Вот, и здесь вот все вот эти вот эластомеры, эластомеров здесь много, и можно очень гибко поднастроить. Но хочу вам сказать то, что вот стандартно, как вот оно есть, мне, в принципе, это понравилось. Оно и с небольшим ходом, таким средним ходом, и преднатягом можно было поднастроить жесткость. То есть и без кита, без этого кита можно совершенно спокойно пользоваться, мне понравилось. Но, скажем так, кит расширяет, ну, функциональность, да, и делает более гибкой всю эту историю. Когда, понятное дело, у тебя все это под кокпитом, вот, это не так все быстро и удобно, но в целом нормально. Я, там, мне пугали все, типа, блин, жопа, неудобно, долго. Вот, я, в принципе, преднатяг, вот, все, при вас поставил, это забрал, поставил. Нормально, нормально. По педали газа, я говорил, что есть вот две пружины, желтая и красная, они предназначаются к сцеплению. Честно говоря, у меня вкрячить не получилось, но есть пруфы, есть люди, у кого это получается поставить, и педаль газа, она будет, ну, пожестче, поскольку родная. Скажем так, если без обуви, нормально, да, но если использовать кроссовки, мягковато, прям сильно мягковато. Я катаю в обуви, чтобы пятка не затвердевала, чтобы пятка не болела, вот, ничего не впивалось, обувь решает эти проблемы, и поэтому изначально стоковая педаль газа, она мягковато будет. Сыроватость данной китайской конструкции чувствуется не только в, скажем, ну, вот, сухом, в этом, в сухом педальном блоке. Есть, например, вот эта вот верхняя крышка, да, которая, она вот таким вот образом прикручивается и стоит. А вот это вот блок подсветки, там, за сколько, за 4 тысячи рублей. И данный блок подсветки работает вот таким вот образом. Ты просто цепляешь его, вот, и он работает. В случае с обычными педалями, да, вот P1000 в горизонтальном стандартном положении, у тебя, вот тут все нормально, у тебя здесь вот есть технологичное отверстие, технологическое. А в случае перевертышей, ты, как бы, вот на этом наше почтение и полномочия, все. Ну, не знаю, мне кажется, не совсем так это должно было быть, но, по крайней мере, я просто эту крышку снял и ездил без нее. Вот, то же самое, например, вот с этим вот, 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 безобразием, который идет полностью, скажем, просто оно вот мотыляется, ты как хочешь это крепи, не крепи. И, как бы, что мешало вам в подставке сделать отдельный кабель-канал, чтобы это аккуратно все выходило. Ты хочешь, не хочешь, у тебя оно будет тут болтаться, да, с подсветкой вот этих вот ног. Я говорю, вот эта подсветка ног, это вообще подставка, она мне максимально, опять-таки, вот вперед была задвинута, чтобы компенсировать, скажем так, длинность ноги, уж извините. Помимо вот этого вот ситуации с проводами, с подсветкой, так же и в софте было, именно было. Были вопросики, например, вибромоторы, те же самые, там вибромотор на педаль газа, да, в драйвере он работал из-под сцепления. Вот тормоз был нормальный, но вот настраивался он через сцепление. Через некоторое время пришло обновление, которое это исправилось, исправило, но, тем не менее, вот эта вот староватость, она присутствует. То есть, такое ощущение, как будто они не додумали, как это должно работать. Вот, а как это должно, ну, не знаю, наспех сделали, просто-напросто перевертыш. Вот, на данный момент, в принципе, негатива больше нету, с заключением того, что это просто неудобно. Этот опыт я не могу никому порекомендовать, а наоборот, как бы, сделайте нормально. Подключите нормальные педали, ну, в Simagic P1000, к нормальной перевернутой конструкции, и они будут вас радовать гораздо-гораздо больше. Вибромоторы. Как бы вам сказать, просто игрушка. Просто, не то чтобы разочарование, мне не было особо ожиданий, я четко понимал, что это вот, как вот вибронакидка. Я рассказывал, ну, какая-то вот украшательство, какое-то украшательство, которое там что-то вибрирует, которое не работает, которое работает не во всех играх, но там в iRacing, WCC, бодро, быстро, классно отрабатывает, там соленоид, он добится, безумно мощный, прям вот, прям, долбежка на всю комнату стоит, но там максимально гибкая настройка, как по частоте, так и по силе, вообще, можно настроить идеально. Раз, два, три, тестирование вибромоторов. 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 Ну, вот так, достаточно по громкости нормально. По умолчанию я бы оставлял вот такую для себя, когда ты чувствуешь, она тебе плюс-минус помогает. Даже на пустых педалях ничего не слышно. Теперь, как это в игре, просто усилю. Значительно усилю. Значительно усилю. И теперь если уменьшить это все до значений Которые комфортно ездить Когда ты все чувствуешь То оно звучит примерно вот таким вот образом Которые комфортно Это вот если поставить 11 трекшн Просто постоянно он работает Но с точки зрения эффективности В 98 ситуации Кроме одной Вам они будут не нужны А одна ситуация Вы кайфанете Вы безумно кайфанете И эта ситуация называется Сета корс компензиона Метод 2023 года По крайней мере на осень езда Без трекшн контроля Как это работает? Вы, например, молодой человек Который вкатывает маунт панораму Вот На Макларене Или на Ламборгини Или много еще на чем На Ауди тот же самый Вот И когда вы начинаете подъем На маунт панораму У вас трекшн контроль Скажем так Он там не нужен И если у вас включен Он вас душит И потеряется разгон на весь подъем Вот Вы можете этот момент контролировать Там через телеметрию Или через повторы А можно Использовать вибромотор На педали газа И сразу же В онлайне Чувствовать Да Каждый тик Трекшн контроля Который вас замедляет Вы просто Быстрее тренируетесь Вы быстрее Вкатываетесь Вы меньше тратите время Вы на ходу Сразу же головой Понимаете В каком месте Трекшн контроль Срабатывает И где вам нужно Его притушить Например Или вообще Выключить Как это сейчас можно Модного сетокор Или вообще Выключить Как это сейчас Модного сетокор С компетизиона Понимаете То есть Это вот вещь Которую Ну прямо Ну класс Ну вот хорошо Мне нравилось Но Можно Более дешевый способ Поставить Например Подсветочка Та же самая Она точно так же работает Настраивается На срабатывание Трекшн контроля Вот на моргане Да и как вот одна Так и вторая Вот Либо же можно там Через симхаб Вывести там Подсветкой там На телефон Мне кажется Или там спаять Какую-нибудь ленту Дешевую Короче Решение же за 6500 Конечно интересное Оно эмоциональное С точки зрения Эффективности Я вам рассказал Вот эту вот Одну единственную ситуацию Когда я действительно Испытал пользу И такой Да Класс Она сэкономила Какую-то часть Вот моей жизни Просто-напросто В остальном Это такие Преукрашательства У тебя что-то вибрирует Что-то там играет Ты на это вообще Перестаешь Обращать внимание Ни в гонке Ни в квале Вот никогда За исключением Вот этих вот тренировок Когда ты вот Именно в поисках Соток В поисках десяток Ну а это важно Это экономит время И скажем так Вместо там Приката Несколько часов Ты можешь Ну Эскономить 10 минут 20 минут На просмотре реплея На просмотре того А что же тебя душит А почему ты Скажем так Относительно Эталонового реплея Теряешь на На разгоне По телеметрии Вот пожалуйста Единственная причина В покупке Вибромоторов Купил бы ли я их себе Нет Честно говоря Я был бы готов Поменять Свои караваны Вот эти по тысячных Я поставил бы их нормально Все просверлил Все сделал Если бы Вибромоторы У меня Ну прям вот Польза Плюс кайф Такого нет То есть Все Нет Скажем Это с большего Финтифлюшка Наверное Вот это Самый главный Вывод По вибромоторам Если опять-таки Рассматривать Птысячные То вот Не утяжеляйте Вот этот прайс Вот этими штуками Это чисто Для красоты Для фанатов Скажем так Без этого Можно совершенно спокойно жить Про опыт использования В целом Если исключить Вот этот Есть негатив От Перевернутой конструкции Педали Прям ок То есть Прям хорошо Если мы берем Самую простую комплектацию Духпедальную версию За 44 тысячи рублей А некоторые люди Там до недавнего времени Покупали за 37 тысяч рублей То это Отличный вариант Педали Стабильные Аккуратные Хорошо собраны Хорошо Вот По материалам По всему То есть Здесь нету Каких-то особо детских болячек Чтобы где-то что-то Люфтило Где-то что-то играло Оно все жестко Оно все нормально Все нормально затягивается Вопросов к этому нету Исполнение действительно хорошее Вот И за эти деньги Ну у них Мне кажется Нету конкурентов Там У Мозы CRP Да Которая вот Самая топовая педаль У Мозы CRP Я слышал Многие проблемы Там по браку Где-то что-то люфтит Либо по датчикам Либо еще Ну бывает Встречается Скажем так В случае с E-Magic Жалуются немного На различные где-то Стучки Да Ты когда прожимаешь Там где-то что-то Пружинку закусит Например У людей Так как правило бывает Либо где-то что-то Не дожато Там не собрано Сказать то Что есть какая-то проблема На сегодняшний день Я не могу То есть какие-то там Разовые Знаете Вопросики По сборке По самой конструкции Где-то что-то было Не дожато Чтобы были отказы Но за несколько месяцев Такого еще не было В моем случае С педалью В принципе все хорошо За исключением Одной ситуации С педалью газа Которую я особо Не смог победить Ты когда вот работаешь Просто педалью газа У тебя все нормально Вот Но если ударить Например жестко То пружина Внутри сжимается И при Вот первый момент Разжатия Во-первых звук А во-вторых Даже визуально видно Честно говоря Я не нашел Как победить Эту вот проблему Я их разобрал Собирал Ну вот пружина Просто там Как будто внутри Закусывается Вот Но больше никто Не жаловался Не знаю Наверное Может вас Эту корсу не катают Но я достаточно быстро И жестко реагирую И соответственно Ты хочешь не хочешь А удар Он происходит На любых педалях Не потому что Мне их не жалко Там Ну ты обязан Быстро нажать на педаль Газа Ё-моё ты А В остальном Никаких жалоб Не встречал Если вы смотрите Это видео Там сегодня Месяц спустя Полгода спустя Два года спустя Не важно Вы всегда можете Перейти в мой дискорд Там у меня есть профильные темы По фанатеку По симэджику По логитеку Трассмастеру Симкубу Вот чему угодно Если подойти к парням И просто напросто Спросить Пацаны А чё как Как симэджик П1000 И тебе либо ответят Типа Блин Всё берёшь Не паришься Всё отлично Либо же скажут Типа Тебе в барахолку Туда по промокоду Фотон Топ за свои деньги В продажу Всё отлично Ну надеюсь Такого не произойдёт И действительно На сегодняшний день Симэджик Пока как компания Она только вызывает Положительное впечатление То как она развивается То как она двигается Какие продукты Она выпускает П2000 Например Мне были абсолютно Неинтересны И вот П1000 Я такой Да Давай попробую Попробовал Брат Класс Класс Опыт Опыт Поставил бы я их себе Ещё раз Нет не поставил Поменял бы я караваны На них Нет не поменял бы Караваны или П1000 На самом деле Про акционы Достаточный вопрос Потому что Караван Го стоит Побольше Да То есть Если сейчас Например Мы берём Просто обычную Трёхпедальную версию Там 48 тысяч рублей Караваны будут стоить Больше 60 тысяч рублей Если брать Официального сайта Там может быть 65 68 То есть Оплата такая Достаточно Доплата Увесистая Но Там и настройки Чуть побольше Плюс Белорусский производитель Чуть что Любой вопрос Решается на раз-два Хотя Опять же Тамерлан Ну На него Никто не жаловался Любые вопросы Решаются на раз-два Это касается Если мы Китайский производитель Берём Эстетически Эстетически Ну конечно Для меня Караваны ТОП Плюс Опять-таки Напольная педаль Газа Вот Она кайфы По эластомерам Ну вот этот вот набор Он способен решить Мне кажется Любую прихоть Любое Желание С точки зрения Мягкости Педали Но понимаете Ты когда Из педаль тормоза Жмёшь Вот почему Вот например Вот самые лучшие резинки Самое лучшее ощущение тормоза Вот на хусинках Ультимейте Может быть это из-за демпфера Может быть это из-за эластомеров Которые различные величины Они вообще в целом огромные Ну очень большие эти цилиндры Различные вот размеры Различные жесткости Всё это комбинируется Подбирается Вот хусинки Понимаете Они дают какой-то Очень крутой отклик На разжатие На мягких цилиндрах Да То есть на мягких резинках Например Если мы делаем педаль каменной То тут пофигу абсолютно Что эта педаль Что каравановская Что уже хусингвилд Если вы любите давить стену Минимальный ход педали тормоза Тут Оно всё Как бы одно и то же Но тут у нас вот и пружинка Одно и второе Третье Это всё надо чувствовать Это всё надо тактильно И тут либо верить на слово Да И вы просто грубо говоря Берёте там самый-самый топ Но хусинки сейчас стоят столько Потому что я даже обзор на ультимейты Не выпустил До сих пор Ну Как бы Они стоят много Они классные Но педаль газа мне в них не нравится Да То есть педаль газа Опять-таки У птысячных лучше чем Хусинках Эй ладно Пусть там валяются Вот Самая лучшая педаль газа У караванов Ну честно Она И ход настраивается Педали Здесь тоже Есть Возможности Что-то подрегулировать Подкрутить Но это всё не в таких Масштабах Да И в том количестве Регулировок И не настолько Тонко Как ты можешь это сделать В караванах То есть караваны Не знаю Я с ними сроднился Может быть здесь В этом плане Уже немножечко не объективен Плюс опять-таки Ты их с коробки Просто взял Прикрутил Скажем так К перевёрнутой плите Да И получил Инверт Вот Или в моём случае Например Одну напольную педаль газа И две перевёрнутые Ну класс Класс Вот Скажем так Я тот человек Наверное Который чуть-чуть Переплатит Но получит Ну такое бескомпромиссное Топовое самое решение Хотя опять-таки Птысячные Но они хороши Они хороши Ты их берёшь Отдельно по USB Подключаешь И всё И не паришься Но Как мне кажется И целевая аудитория Вся этой истории Это именно За минимальные деньги Получить максимально Хорошие Классные педали Например Какие-либо там Манипуляции Регулировки Опять-таки С караванами Поудобнее делать Чуть-чуть там Быстро снять Поставить Что-то тестировать Ну короче Вам это не особо интересно Вот Из таких Знаете Насколько мне неудобно Было ездить На вот этих Перевёртышей Вот была у меня Четырёхчасовая гонка Там за 500 тысяч рублей Да Чемпионат Дмитрия За неделю до старта гонки Мне узнали автомобиль Автомобиль На котором Собственно Надо было ездить Вот В моём случае Это была Феррари 488 Я начал на ней ездить Ну у меня Были проблемы У меня Были прям Такие вот Было тяжело И конечно Здесь пафосно Или не пафосно А спокойно На покерфейсе Можно сказать То что на караванах Я поехал быстрее Но я уверен Что это целиком Полностью Связано с тем Что они мне просто Были удобнее Я их поставил Вот вечером Поставил На следующий день Поехал важнее Четырёхчасовую гонку Вот просто Как вот в литой Было Была прибавка Я поехал быстрее Хотя На педалях Опять-таки Что по 1000 Что хусенках Что караваны Что например Да даже если взять Мозу Вот Там маленько задрот Вы плюс-минус Будете ездить Одинаково Там настолько будет Ну вот Минимальная разница Что Ну заявлять о том Что вот на этих педалях Ты поедешь быстрее На тех медленнее Ну это Не знаю Уже некорректно Наверное Это вот Три года назад Четыре года назад Когда вот я переходил Только там на лоо целы Когда ты переходишь С татрисовских педалей Да А после потом Я пришёл на В3 фанатек С В3 фанатеков Перешёл на караваны И вот в тот момент Рассуждения О прибавке скорости Да Они имели места быть Поскольку там прибавлялось Как юзабилити Так и комфортность Так и настроечки Вот Плавность Так далее Так далее Сейчас же уровень такой Что ты Выбираешь Педали По эстетике По регулировкам По комплектации По там Настройке тормоза По каким-то дополнительным Плюшкам Ну таковы реальности Поэтому те же самые Хусинг Пилот Ультимейт Например Они нужны Прямо вот строго Кому-то Вот строго Вот аудитории Которые вот Айрейсеры Им нужно Дозирование тормоза Им нужно большое количество Килограмм Ну либо просто Там вот идеально Вот эта вот работа Демпфера обратного Ну амортизатора Вот такие вот Вещи То есть Человек строго понимает Ага Я хочу там High-end Максимальный продукт С которого я выжму Там оставшиеся 5 соток Например я Я уже не могу Это выжимать То есть Ну честно скажу Поставь мне Что одни педали Что вторые Что третьи Я завтра поеду На них Одинаково С минимальной Какой-то разницей Вот наверное Вся правда Какой-то прибавки Скорости Мне лично Мне Ну я в своем Примере говорю Педали более Высокого уровня Мне уже Не дают Я не могу Из них Ничего Вытащить Тут Вибромоторы Ну я рассказал Немножечко Экономит время Подготовки Все Из того что они были Неудобны Я ехал Медленнее Потому что Мне было Там малое Количество Килограмм И Большая грубость Работа с педалей Наверное Поэтому И давайте Потихоньку Переходить Ко второму Великолепию Точнее Разочарование В симмэджиках П1000 Это гидравлика Этот мод На гидравлику Который Я поставил Сел Поехал И не понимаю Почему Я не могу Никуда попасть Что происходит Что происходит С моим тормозом А потом Я обратно Включаю Свою цилиметрию Тормоза И смотрю То что У меня Педаль Сама Разжимается Либо я Не дотормаживаю То есть Я откалибровал Базово Поставил На самом деле Очень быстро Все ставится Поставил Поднял цилиндр Кстати говоря Вот Еще один Второй косяк Ты нормальный цилиндр Тут рекомендуется Его поставить Вертикально Максимально Вот этот Но он все равно Под углом Будет оставаться Просто-напросто Он будет упираться В крышку В верхнюю часть Педали Ну это ладно Это просто очередной Мелкий косяк Так вот На гидравлике У тебя Педаль тормоза Сама Сама Разжимается Там до 20% Там 10-15-20% Причем Не важно Ты давишь на треть педали Либо же давишь Ее полную До конца Этот эффект Присутствует На любых холостомерах Он также присутствует Скажем так И вот просто Если не ставить гидравлику На караванах Там присутствует Но это в рамках Нескольких процентов Там 2-3-4-5 Скажем Если ты давишь 80 килограмм усилия Ну вот У тебя все нормально И опять-таки Я не смог поймать момент Там например Вот в половину Я продавливал Вот эти Как бы все нормально было Я пошел Направильно тестить В случае гидравлики У тебя просто Ты нажал И пошел график вниз Я это все Ну снял Все покажу Всю визуализацию Визуализацию Это просто жесть Это Ну запрещено На текущий момент К использованию Я пошел копать Пошел общаться И не только у меня Ну типа Ну мы Мы ставим меньше Количества килограмм Да что ты давишь 100% например У тебя 100% остается Ну вот А я говорю А типа А 50% если давишь Говорит Ну педаль сама разжимается Как бы ты просто К этому привыкаешь Как по мне Странная история Ну у тебя получается Торможение нелинейное Сама График падает Сама педаль Расслабляется При этом Плюсов гидравлики Честно говоря Я не увидел Кроме того Что педаль можно сделать Действительно вязкой Как рассказывал Григард В своем обзоре И П2000 Да и П1000 Тут с помощью преднатягов С помощью Скажем так Вот этих вот резинок Внутри Вот он Во втором цилиндре Вот здесь вот Ты это все меняешь Ставишь Можно сделать Педаль Прямо такой Вот как Как вот Жилеты туда Вот продавил Она вот вернулась Ну не настолько Но тем не менее Она прям вязкая Но Но такое в автоспорте Не надо Такое в кольцевых гонках Оно не надо Мы там Педаль тормоза У нас около Ну минимальный Ой Ход педали тормоза У нас около Минимальный Но он такой Небольшой Скажем так И Она должна работать Четко Быстро Классно Все Прикола Какого-то в гидравлике Я не нашел И воткнул сюда Набор резинок Скажем жесткий Который вот Мне лично нравится Никакой разницы Относительно Обычной педали 14 тысяч рублей В никуда За исключением Того момента Что Педаль сама разжимается И второй момент Я который покажу Во время калибровки Ты начинаешь Калибровать Давишь 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 У тебя килограммы растут А потом уменьшаются Да То есть Ты еще ограничен В количестве килограмм И это работает На любых резинках Что на мягких Что на жестких Поэтому Гидравлика В случае Симмэджик П1000 Это просто С больше выкинутые деньги Если для кольца Если мы используем Если вы хотите Кто-нибудь Евротрак покатать Или что-нибудь такое Вялое Ну Пожалуйста На любители Вот вообще Не фанат И это Самое второе Большое разочарование Вот здесь То есть На первом месте Перевертыши Второе Гидравлика Третье Вибромоторы Но вибромоторы Не то что разочарование Еще раз Это просто Ну Ни о чем Слишком ни о чем Такие вот Дела По-моему По факту Все четко Емко Аргументировано Ну На P2000 Такие жалобы Скажем так Я не встречал Можете сказать Что А вдруг Это только На перевертышах Нет На горизонтальной Конструкции Люди Точно такую же Проблему Описывают Про подсветочку На Что на нижний бар Да Который Под пятник Что на верхний Ну или в случае Если у вас стандартный Вот как бы Вы размещаете Как хотите Можно назначать Там Трекшн Контроль Как вот Чтобы он моргал АБС моргал Либо заполнение Педали Там газа Тормоза То есть Это все Гибкость Присутствует В драйвере Симпатичненько Да Купил бы себе Ну Что-то Дохеровато Что-то Дороговато Я бы скажем Лучше бы там Диодную ленту Себе бы сделал И все Вот этот прикол С морганием Лично для себя Полезным Я не нахожу В остальном Вроде по всем Моментам Пробежались Да То есть Общий ток Чем проще Вы берете П1000 Тем Качественнее И лучше А нет Работает свой Каждый рубль У вас Ну скажем Не будет проблем Ты что Купил два вибромотора По 6,5 Плюс Это Пятнашка Просто пятнашка Братан Купи караваны Там Купи еще что-нибудь Там Дополни Купи Симэджик Альфа Ю Вместо Симэджик Альфа Например То есть Это не те вещи На которые Там Рационально Тратятся Скажем Это Это приятный Доп Возьмите Подарите Подсветочку Одну Вторую Возьмите Подарите Вибромотор Вдруг Ему в жизни Не хватает Каких-то Ощущений Дополнительных Вот еще Что-то То есть Я себя Ставлю В картину Мира Вот это Попробовал Узнал Ну Я бы Наверное Не стал Тратить На это Деньги Когда мы Говорим О отработке Скажем Вещи За каждую Свою рубля Вот например Я безумно Уважаюсь И Мэджик Альфа-Ю Штурвал Там FX Туда В комплект Все Это Вот за эти Бабки Без Альтернатив Без Компромиссов Вот каждый Рубль Все На Бери Потому что Конкурент Симкуб Симкуб Че Правильно Стоит До хера Больше Гораздо Тут Например Птысячные Чуть дороже АЗ По сути В тот же ценник Абсолютно Что Фанатек В3 Если мы Говорим Про Россию Опять-таки Он только Фанатек В3 Нежно Курит В сторонке Фанатек В3 Они Уже Немножечко Старовато И к ним Гораздо Больше Вопросов И по браку И по регулировкам Мы там Идем Куда подальше И по софту Который бесит Ну хотя бы Педали Ладно И там По скрипам И короче Что-то Постоянно Подтягивать Фанатек В3 Были хороши Вот несколько лет Назад Когда я делал У них обзор Потому что Тогда Фанатек Еще делал Гораздо Качественнее Продукция Что касаемо Педалей Шифтеров Ручники Всегда Говно были Проще Лучше Все То есть Скопили Вот это Минимальное Количество денег Взяли Двухпедаль Если вам Нужно Сцепление Нужно Сцепление Ну я не знаю Для чего Вдруг Ну окей Взяли Там Версию Со сцепа На Сколько На 4000 дороже Да На 4000 дороже Подпятник Как бы он Есть Стандартный В наборе Все А это Красивости И За 1000 Обязательно Резиночки Потому что Эта вещь Поможет вам Очень гибко Очень мягко Поднастроить Педаль тормоза Хотя Еще раз повторюсь Вот как вот Она есть В стандарте В принципе Ну полностью устраивает Я Честно не хотелось Ничего менять Я поэкспериментировал Сюда Туда Нет Не надо было Нормально Все и так Работало Добра Здоровья Позитива Надеюсь Обзор был Максимально полезный Который сэкономит Где-то ваши деньги Либо наоборот Ты кто такой Ты что думаешь Я вот тебе поверю Да Своя башка есть Вот Ей думай Ей решай Все просто Я Я рассказал То что хотел Класс Класс Двухпедалька One Love Ну или трехпедаль Симугир Еще раз спасибо Тамерлану От души Поскольку Ну сам Длительный тест Я бы наверное Это бы и не взял Ну и не пощупал Еще что-нибудь ДК бы Да и тем более В такой вот Комплектации В таком Изобилие Кайф Кайф Вот эта вот штука Мне нравится крутить Что-то в руках Я такой Мне надо куда-то руки приложить Вариантов Что-то покрутить Не так много Всего лишь два Блин Я на полном серьезе Думал поставить их себе На кокпит Ну в смысле на постанку Если бы мне зашли вибромоторы Но потом А потом Блин Вот из плюсов Опять-таки Из таких мелочей Есть возможность Минимально ограничитель поправить Да Уменьшить Или увеличить Ходы Хода Педали Сделано нормально Вполне Адекватно Все хорошо По шуму Они такие Как и все Ну это бьется В шток Сцепление Да нормальное сцепление Которое так же С эффектом Корзины Типа Вот Ну это уже стандарт Как бы извините Такое сцепление Должно быть уже у всех И Отдельно про это Рассказывать Ну нет никакого смысла Она просто хорошая Она просто нормально Адекватно работает Внутри Под крышкой Все просто Все И получается Вот как раз Из-под Середины педали Выходят Провода Которые идут В мозги Просто берете Это все Откручиваете Сверлите В пластине Отверстие Да Под крепеж педалей И кайфуете Все Что еще надо Вот это будет Настоящий Классный Перевертыш Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует